ежедневно мы совершаем какие-то действия делаем что-то дома на работе во время досуга делаем что-то для себя или для кого-то делаем то что нам нравится или то что необходимо выполняя разные задачи иногда получается и так что даже для одного и того же нам порой требуется меньше или больше времени и усилий но что же делать если задачу необходимо выполнить а решение и желание так и не приходит где отыскать это вдохновение состояние которое позволяет делать все что угодно но гораздо лучше качественнее и быстрее рассмотрим некоторые способы для достижения этой цели мне кажется что в этом отношении вдохновение индивидуально то есть каждый человек по всей видимости имеет какой-то свой секрет самомотивации уговоров но есть тут и общие моменты которые смогут помочь многим в большинстве случаев большинство склонны приписывать вдохновение исключительно творческим людям но мне кажется что вдохновение это достояние любого человека художник рисующий картину или же мама сутки напролет сидящая со своим чадом наверное одинаково нуждаются в некотором стимуле и так неважно о чем идет речь в какой-то момент человек впадает в ступо устает сил становится все меньше желание что-то делать слабеет а энергии продолжать движение вперед попросту нет каждому на этапе если хочется что-либо делать то уж точно не то что нужно если вы от всего устали если вам сложно что-то делать в принципе но делать что-то все равно придется то необходимо найти возможности для получения вдохновения для того чтобы продолжить начатое ранее дело прежде всего в такой не очень приятной ситуации следует понять что одним из следствий такого состояния является психологический фактор внутренняя усталость и истощенность поэтому необходимо зарядиться положительными впечатлениями а их при правильном подходе можно черпать практически отовсю хорошее настроение отличное начало а положительные эмоции сильны сами по себе я не касаюсь физической усталости поскольку думаю способы от ее избавления известны всем одним из источников вдохновения безусловно являются окружающие нас люди не уверен но думаю что у некоторых возможно есть такие знакомые от общения с которым человек получает не только положительные впечатления но и достаточно сильный позитивный заряд к примеру недавно я познакомился с очень интересным и разносторонним человеком и вот общение с этим человеком натолкнуло меня на интересные мысли и действия вдохновила сделать кое-что интересное и даже подсказала пути решения этот способ получения вдохновения непосредственно от людей работает очень хорошо очень хорошо помогает смена обстановки если мы и меняем пусть даже кратковременно окружающую среду то вполне можем обзавестись новыми впечатлениями элементарно если большая часть времени проходит в совершенно определенных условиях будь то дом или офис то даже обычная прогулка в таком случае может здорово помочь свежий воздух тактильные ощущения в сравнении с ежедневно повторяющимися будут несколько иными чувствами и ощущениями и все это в совокупности будет работать на вас с новыми силами и задором здорово помогает изменение привычного мыслительного процесса если человек в ступоре и уставший нужно отойти от проблемы перестать отождествляться хотя бы некоторое время и посмотреть на все иначе как говорится свежие мысли принесут собой и свежие действия не стоит думать что откладывая свои мысли на потом вы в такой ситуации потеряете свое время совсем наоборот в таком случае вы его еще и сэкономить поскольку топтание на одном месте как правило долгое и бесполезно не призываю но смею предположить что для кого-то таким стимулом получения вдохновения может быть даже еда дело не в том что нужно заниматься обжорством можно съесть совсем чуть-чуть но иначе чем обычно и тогда новые телесные ощущения смогут не только расслабить но и вдохновить очень хорошо помогает смена привычного порядка действий находясь там же где и раньше не имея возможности на прогулку еду или интересное общение то есть без особого выбора можно тоже что-то делать как говорил один из моих учителей когда мы можем выбирать мы выбираем когда не можем работаем с тем что есть даже в подобной ситуации без выбора смена привычного порядка действий может изменить многое новый взгляд новые эмоции новые ощущения в нас самих много всего и все это может работать на нас а не против итак наш тезис таков конечно получение вдохновения нельзя ограничить несколькими рекомендациями да еще и уложить все это в несколько минут и тем не менее все сказанное при правильном подходе может здорово помочь подтолкнуть кого-то к чему-то новому заставить взглянуть на мир иначе понять что вокруг нас помимо привычного много еще неизведанного и чудесного много нового даже в том что кажется нам знакомыми привычным стоит лишь немного изменить свое восприятие все эти бонусы могут стать вашими если вы только пожелаете их взять искренне надеюсь что все сказанное окажется полезным и хочу напомнить что впереди у нас еще очень много интересного не забываем подписываться на мой канал и ставить лайки всем спасибо за внимание с вами был я михаил и это грань и познаваемо